Здравия вам, уважаемые исследователи древней истории! С вами Николай Субботин и канал Протоистория. В начале этого года мне прислали необычные фотографии. Их сделала жительница поселка Сибай Надежда Рева. Она летела на пассажирском самолете из Магнитогорска в Москву. Трасса полета проходила над Уральскими горами. Буквально через 10 минут после взлета Надежда заметила нечто странное среди горных хребтов. Это было в апреле, и я улетала из Магнитогорска. И с самого начала, с момента взлета, как Магнитогорск находится в предгоре Урала, и, соответственно, при взлете самолета открываются очень интересные замечательные виды на горы, которые я не могла пропустить. И я начала фотографировать сразу же с момента взлета. И далее очень было интересно то, что уже когда самолет набрал высоту, это примерно спустя минут пять-десять после начала полета, я увидела очень интересные горы и объекты. На вершине горы находилась прямая стена, причем на фотографиях возможно это выглядит немного дальше. С самолета была видимость, что это было значительно ближе, и создалось полное ощущение, что это стена. Причем не одна, а там было три. То есть, видимо, и они прямые. То есть, природа не создает прямых форм, они были прямые, длинные и на протяжении всего хребта горы. И я, насколько успела, сделала фотографии. И далее потом я пыталась найти информацию об этом в интернете, в различных источниках, но, к сожалению, ничего не нашла. Природа крайне редко создает прямые протяженные линии. Именно поэтому любой рукотворный объект всегда резко выделяется на фоне естественного геологического хаоса. Любой исследователь, который занимается изучением спутниковых карт, хорошо знаком с этим явлением. Искусственный объект легко обнаружить на снимках именно по четкой геометрии, прямым углам, правильным формам. Посмотрите сами, сфотографированная стена четко выделяется на фоне горных хребтов. Надежда еще несколько раз летала этим маршрутом, пытаясь вновь запечатлеть необычный артефакт. Все последующие полеты я пыталась найти это место снова, но, к сожалению, мы уже пролетали не над хребтом, а как-то огибали его. И больше я, к сожалению, этот хребет не видела. Было видно, да, то есть это хребет, и там, по-моему, насколько я поняла, обрывался. Вот, и то, по крайней мере, то, что я успела увидеть. И одна стена, то есть протяженная, то есть длинная стена, она шла, не прекращаясь. То есть остальные два вала, либо стены, либо скалы, они были меньше, значительнее. Совершенно необычная конструкция, особенно учитывая то, что мы знаем, что на Уральских горах никаких таких объектов ранее не было найдено. И для меня это было, да, большим сюрпризом. Поэтому я рада, что вам отправила. Можно ли предположить, что Надежд действительно удалось увидеть своими глазами древний мегалитический объект? Если действительно фрагмент Великой Уральской стены, как он мог сохраниться в течение длительного времени? Либо это всего лишь игра света и тени, и вполне обычное геологическое образование предстало в форме рукотворного объекта. За разъяснением мы обратились к геологу. Анализ вот этих фотографий, особенно зимняя фотография, мне показалась больше всего интересной, потому что там очень ярко представлены два хребта, таких два пояса. И один из них имеет, ну, действительно ярко выраженное природное происхождение вследствие движения тектонических плит образовалось такое нагорье, да, такой пояс. А соседний объект, который ровный, словно вычерченный по линейке, который действительно ярко контрастирует вот с соседним хребтом, с соседним поясом, он так создан, что сразу же в голову приходит мысль, что это рукотворный объект. Но мог ли рукотворный объект таких масштабов сохранить свой первоначальный облик? Возраст этого сооружения может исчисляться столетиями или даже тысячелетиями. За столь длительное время природа способна полностью уничтожить любое творение рук человеческих. Уральские горы и если мы чертим вектор от Магнитогорска к Москве, то есть вот эта часть, южная часть Уральских гор, это резко континентальный климат, это жаркое лето, морозные зимы, это постоянные припады температуры, которые, конечно, на любой созданный вот человеком, созданный как-то вот ну какой-то силой такой неприродной, объект будет воздействовать очень серьезно. И если это длительный срок, там, например, десятки тысяч лет или даже тысячелетия, то, разумеется, это природное воздействие, оно до неузнаваемости изменит любое. Любой объект, будь то там стена, будь то какой-то может быть там остаток какого-то древнего города, если предположить, будь то какое-то там сооружение для каких-то нужд, ну, маловероятно, что каких-то сельскохозяйственных нужд, но, по крайней мере, для чего-то созданное, с какой-то целью определенной, что мотивация была у тех, кто создавал этот объект. На объекты современной истории, там, 20-й век, стройки пятилетки, это мало похоже. Ну, почему? Потому что прошел не такой большой срок, чтобы так эта природа изменила вот эти объекты рукотворные. И ни на один из тех вот объектов, которые возводили, да, такие грандиозные масштабные проекты там или сталинской индустриализации, или там брежневских времен, это не похоже, потому что какую-то современную там цель строительства, возведения такого объекта мы указать не можем. Это не похоже на карьер, на какой-то рудник, это тоже не похоже на какую-то вот добычу полезных ископаемых, там, чтобы были какие-то масштабные вот там работы велись, это тоже маловероятно. Скорее всего, это действительно что-то уходящее вглубь веков, вглубь даже тысячелетий, вот. И поскольку Урал, ну, это вот слияние тектонических плит, это разлом, грандиозный разлом, который существовал в те времена, когда формировалось современное вот это земное пространство, да, современная земная кора, это и переход из моря в сушу, и наоборот. Вот, и поэтому там могло быть все что угодно вот в то время, когда мы предполагаем, что даже вот человек, человек первобытный, какой-то из ареалов распространения, если он был на том месте, если вследствие вот этого движения тектонических плит он поменялся, да, то вполне возможно, что могло быть что-то создано еще тогда. Во время наших экспедиций мы не раз находили необычные объекты, напоминающие разрушенные стены. На первый взгляд они представляют из себя классическое геологическое образование, но только на первый взгляд. В прошлом сюжете я показал вам фрагменты из нашей недавней уральской экспедиции и рассказал о Великой Уральской стене. Я не случайно ввел в оборот этот новый термин. В дальнейших сюжетах вы поймете, почему им сложно называть этот комплекс мегалитических объектов Великой Уральской стеной. Я просил вас подумать, может ли этот объект иметь искусное или естественное происхождение. Многие из вас, посмотрев первый сюжет, однозначно пришли к мнению, что эта стена выглядит по меньшей мере необычно для естественного геологического объекта. Валентин Политикс прислал очень интересный комментарий. Он неоднократно бывал на этом объекте еще в юности. Позволю себе зачитать выдержки из его сообщения. Вот что он пишет. Эта стена – это чертово городище. Там наша команда занималась скалолазанием. Очень непростой объект. Даже наши советские геологи и географы, наши учителя, нам говорили, что это неестественно созданный природный объект. Не создает природа, так избрана скалы. Ведь, с одной стороны, там более 20 метров прямая скала, как бы фронтальная стена, а с другой стороны, наоборот, уступы для лучшего пользования защитником стены. В основании стены у земли есть блоки, которые заложены как бы в качестве фундамента. То есть, они очень большие, несущие на себе всю тяжесть. В 1980-х годах там были большие раскопки, готовили объект для детей, убирали слабые блоки. Но даже в этом случае блоки спускали и складывали рядом. А ведь там на десятки и сотни метров разбросаны блоки и элементы этой стены, так как если бы их раскидало гигантской силы взрывом. И там эта стена имеет продолжение в обе стороны, на сотни и тысячи метров. Нужно идти и знать куда. Но там есть остатки гораздо меньшего размера, однако они есть, и именно единого технологического характера, как бы именно части единой некогда огромной стены. Рядом внизу среднеуральское водохранилище, при создании которого было затоплено множество палеолитических памятников и стоянок. Но чертово городище имеет возраст явно не 5 и даже не 7 тысяч лет, а значительно более. Это, если искусно, это сооружение бареального периода, порядка 45-25 тысяч лет назад. Кстати, между слоями блоков там можно увидеть тонкие прослойки, как будто бы какого-то связующего вещества цемента или какого-то вещества выравнивателя межблочных слоев, что не характерно для природы. В отдельных местах можно найти тонкие слои внешней отделки, типа штукатурки. Есть много вопросов. Очень интересно слушать уральских профессиональных геологов, которые рассуждают, почему этот объект не может являться природным объектом. Мне будет интересно услышать ваше мнение в комментариях к данному сюжету. Возможно, вам тоже приходилось наблюдать аналогичные объекты. Вы можете прислать фотографии и видео подобных находок на мою почту, которая указана в описании к сюжету. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые фильмы о древней и более современной истории. С вами был Николай Субботин и канал Протоистория. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...